Около медпункта трамвайно-троллейбусного управления сегодня особенно многолюдно. Здесь собрались самые ответственные сотрудники, которые следят за своим здоровьем и нацелены на профилактику сезонных заболеваний. Наталья Матвеева – начальник маршрутов водителей. Всегда вакцинируется в числе первых. Говорит, для коллег это личный пример, а для близких – повод не переживать о её здоровье. Они уже привыкли, что я каждый год от коронавируса прививалась и от гриппа. И, в общем-то, поэтому на больничные я вообще очень редко ухожу. Постоянные люди, поэтому я себя обезопасить хочу и всем водителям нацеливаю на то, чтобы пришли и провакцинировались. По словам директора трамвайно-троллейбусного управления Александра Горшкова, его подопечные ежедневно контактируют с большим количеством пассажиров, а значит, рискуют заболеть. Мы это разъясняем и доносим. И со своей стороны делаем всё возможное, чтобы люди прививались, чтобы не болели и работали во благо нашего предприятия. На сегодняшний момент основным пастиком является ремонтный персонал, потому что находится на территории депо. Часть водителей наблюдается, кондукторы не так много, потому что многие находятся на линии. Но после возвращения с линии у водителей и кондукторов ещё будет возможность вакцинироваться. Вакцины будут доставлять на предприятии в дальнейшем по графику. Для удобства во всех депо, во всех транспортных парках проводится прививочная кампания. Прямо сюда на место приезжают медицинские работники. У них с собой в наличии вакцины. И сотрудники фактически без отрыва от производства в удобном для себя режиме могут поставить себе прививку. Перед прививкой пациентов осматривает врач. Он измеряет температуру тела и оценивает общее состояние сотрудников. Если у человека есть признаки простуды, то вакцинацию следует отложить до полного выздоровления. Как правило, две недели до введения вакцины у человека не должно быть проявлений заболевания. После прививки иммунитет формируется 10-14 дней. По словам врачей, в этот период человек не застрахован от инфекций. Однако, если пациент всё-таки столкнётся с болезнью, то с лёгкостью её перенесёт. На вакцинацию сотрудников отводится несколько недель. Это необходимо для того, чтобы все желающие успели сделать прививку. Вакцинация – дело добровольное, однако необходимое, подчёркивают специалисты.